Марина Мармила стала хозяйкой ателье на улице Ленина в 18-м году. Она выкупила бизнес у прежнего владельца и начала его развивать. В цехе работы хватает. Мастерицы создают изделия по индивидуальным меркам, ремонтируют и подшивают одежду. Все ремонты заказывают. Если по изделиям, то платья, юбки. В салоне ателье «Модница» сегодня работают четыре сотрудницы. На заказ они отшивают спецодежду и школьную форму. Здесь рождаются и модные коллекции. Для реализации всех идей готовы расширить штат. Мы пытаемся уже почти два года найти человека, мастера универсала, который бы мог и кроить, и с заказчиками работать, и шить, естественно. Но еще как минимум две швеи, и мастер универсал было бы идеально. Как новенькая одежда становится не только в ателье, но и в прачечных. Ага. До свидания. Услугами прачечных «Стирай город» хабаровчане пользуются больше девяти лет. Сегодня сеть состоит из четырех точек. Один из филиалов – на Амурском бульваре 46. Сюда приходят и постирать, и погладить. Приносят пуховики и более легкую одежду, одеяло, постельное белье, спальные мешки и игрушки. Прачечными услугами достаточно часто люди пользуются, и эта культура, она начинает вновь развиваться и восстанавливаться. Как раньше люди очень часто посещали, да, а в какой-то момент потом так сложилось, что только стали ходить в химчистке. И сейчас вот мы немножко эту парадигму меняем, потому что очень многие услуги, которые оказываются в химчистке, может оказать качественная прачечная. У «Стирай города» есть постоянные клиенты, да и в целом заказов много. На этой волне было решено в этом году открыть в Хабаровске еще одну точку. Такими планами поделилась владелица бизнеса Мария Маслова. Она работает как социальный предприниматель, берет в штат пенсионеров, многодетных, малообеспеченных. Самой предпринимательнице помогает государство. Уже не раз она получала льготный кредит от центра «Мой бизнес» на расширение сети. Ну и не менее важная поддержка – это постоянство клиентов. Иногда спрашиваешь у клиентов, у мужчин, почему вы к нам ходите, допустим, да, у вас же дома, наверное, тоже есть стиральная машина. И ответ меня порой очень даже удивляет. Они говорят, мне просто приятно, что обо мне заботятся. Около трех тысяч предприятий Хабаровского края сегодня трудятся в сфере бытового обслуживания. В основном это ИП и малый бизнес, мастерские, парикмахерские, клининговые компании, ателье, прачечные, химчистки. В отрасли заняты 10 тысяч жителей региона. Это те услуги, которые непосредственно нужны нашему населению каждый день. Это стирка, уборка, глажка, ремонт автотранспортных средств. На благо жителей работают и сотрудники ЖКХ. В регионе их 11,5 тысяч 600 организаций. У коммунальщиков и работников бытового обслуживания есть общий профессиональный праздник. Он ежегодно отмечается в России в третье воскресенье марта. По этому случаю в Хабаровске прошел торжественный прием для лучших представителей отрасли края. На церемонии их наградил губернатор Михаил Дегтярев. Сегодня мы чествуем лучших, но благодарности достоин каждый из вас. И спасибо передайте за труд своим коллективам, за самоотдачу. Уверен, что совместными усилиями мы сделаем регион еще комфортнее для жизни людей. Дмитрий Павленко, Мария Шулешко, Данила Кулешов, Максим Артиков. Смотри Хабаровск.